Сохранить не потревожив, воссоздать не навредив. Купеческий дом Открытки с видами Иванова издавались, подпечатали не здесь, но у него было издательство Ильинского, брошюры и так далее. Кстати, когда дом реставрировали, то на чердаке нашли целую пачку бланков фирменных из магазина Ильинского. Ну и кроме того, торговля была книжная и пищебумажная торговля, школьные письменные товары, так говоря, современным языком. Сейчас в этом доме расположены многочисленные магазины, но это не мешает зданию оставаться примером лучшей реставрации в Иванове. Восстановительные работы здесь начались по личному желанию собственника и продолжались на протяжении трех лет. Качество реставрации, пожалуй, одно из лучших в городе, потому что здесь была проведена и очень серьезная исследовательская работа, и натурные исследования, и библиографические исследования. В общем, сделали максимально, так сказать, в духе того времени. То есть это можно как бы брать как пример, как дальше работать в плане регенерации структуры города. Здание досталось Владимиру Дунскому не в самом лучшем состоянии. Внутри оно выглядело еще хуже, чем снаружи. Было страшно заходить, потому что здесь второй этап держался на одном гнилом столбе. А здесь росло недалеко дерево, и ему больше ста лет уже, его корни переезжали все коммуникации. И, простите за выражение, но все фекали, сливали из подвального помещения. Глаза боятся, а руки делают. Именно под этим девизом началась реставрация. Хотя за собственником не было закреплено никаких охранных обязательств, Владимир Дунский решил, будет не просто ремонтировать, а возвращать зданию в первоначальный облик. В поиске архивных фотографий и документов помогли ивановские краеведы. Но оказалось, что не все декоративные элементы были учтены на бумаге. Под штукатуркой нашли новую лепнину. И все исследования, которые были до этого, в общем-то они как бы были не столь значительны. Или были вынуждены снять старую лепнину, и восстанавливать по возможности, отбивая штукатурку, и изготавливая уже новое, именно по тем образцам, которые мы смогли здесь найти. Как обычно всех памятников, это убирали мусор, появлялись подвалы. В подвалах появлялись арочные входы, какие-то окна были заложены, какие-то двери были заложены. Когда все вычистили подвал, то увидали, что там получается пространство. Сегодня оно приспособлено под магазин. В процессе реставрации специалисты постарались воссоздать не только внешнее убранство здания, но и внутренние интерьеры. То, что можно было сохранить, по возможности сохранили и восстановили. Внутри тоже захотелось сделать что-то такое, чтобы было похоже на купеческий дом. Вместе с краеведом, с историками мы посещали очень много зданий именно бывших этих владельцев. То есть у господина Ильинского и Зубкова, бывших владельцев этого здания, есть и другие здания. В Ивана мы их специально посетили, сняли очень много слепков. О том, что получилось, ивановцы могут судить сами. Вход в особняк доступен всем желающим. Для украшения дома были заказаны кованые ограждения. Также у каждого входа установлено кованое крыльцо. Но главным украшением служат декоративные пушки. Сохранить не потревожив, воссоздать не навредив.